всем огромный привет хочу начать новый влог и сейчас покажу район в котором я живу то есть практически весь весь район из маленьких маленьких двухэтажных домиков ну как маленьких вот остановка это наш гипермаркет кавычка тут продуктовый магазин магазин эконом одежды есть аптека и есть даже парикмахерская это вот такие сервисы в таких маленьких городах потом между дикси и вот этим домом максимкина школа и там дальше по стадиону мой дом вот такой вот райончик у нас вот здесь основная улица 40 лет в лксм потом появлялись улице 50 лксм потом уже перестали считать то есть настолько старый этот район там есть подальше пятиэтажки сейчас мы на перекрестке по переходу я перейду с машинами отводы как я тут с камерой кручусь вот здесь хлеба завод правильно парить не хлеба завода хлеб завод это я знаю у нас привычки почему то мы его называем хлеба завод и дорога идет в микрорайон где большие уже дома ну как большие 5 и 9 этажей я сама собралась за фаберлик надо получить свой заказ единственное что максимкина футболка пошла автозаказом и придется ее немножечко подождать тут тоже завод я сейчас оглянулась вот видно там вдали стоит дикси у нас построили огромного такое здание на первом этаже сделали очередную пятерочку вот тут отделение почты нашей родной которая закрылась к сожалению она самая близкая была дома вот так живут у нас брошенные одинокие собаки ну или выросшие на улице и вообще хочу обратить внимание у нас стоит многие обратили внимание у меня в ролике что не главное не съели да что у нас нет дворников у нас не просто нет дворников у нас вытаивает вот эта вся грязь которую собирают люди своими силами либо вообще не собирают и она просто зарастает травой проблема маленьких городов к сожалению в этом почему собаки тусуются здесь потому что здесь мясо здесь им немножко перепадает видимо мы пойдем сейчас туда в горку покажу вам на жилой район рынок немножечко покажу все вытаивает снега почти нет одна грязь асфальта у нас тоже практически нет вот это вот постоянная красота наших улиц ходим месим грязь такого города как наш хочу показать красоту наших дорог обратите внимание шоссе трасса мы правда односторонний этот движение иногда машины водители не обращают на это внимание и едут в обе стороны на целом односторонний нет ни тротуаров нет ни обочин все мы идем и едем кучи причем а причем вот по таким лужам брызги летят даже до домов до ближайших поэтому вот такой красоте мы все двигаемся по этой дороге вот мы уже почти пришли к шестому микрорайону там дальше 5 микрорайон 4 вернее отсюда начинается 4 5 6 интересно у меня девчонки спрашивали некоторые не скучно ли жить в маленьких городах но мне кажется жизнь маленьких городах может быть отличается больше сервисом ну вот тех же немножко может быть дорог уборок на улице в целом ты больших городах не каждый день люди ходят в театры на выставки все зависит от денег если есть средства то и из маленького города выбраться в театр можно и за город выбраться и на курорт съездить отдохнуть все зависит от средств поэтому не скучно вот такой красивый домик пожилой человек тут живет вот он самого разукрасил оригинально но я уже как-то показывала во влоге тоже когда шла этой дороге может было лето наводим красоту из наших дебри мы вылезли цивилизацию давайте я вам покажу нашу цивилизацию это вот такой вот район там 5 этажки тут есть 9 этажки там за кустами тоже все 9 этажки вот собственно рынок рынок окружен маленькими магазинчиками в которых в принципе есть все от более-менее дорогих неплохих вещей ну вот например этот первый магазинчик там хорошая одежда на Китай хорошие тут магазинчики есть и с детской одеждой обувью тоже достаточно дорогие ну и соответственно рынок где все подешевле там есть магазины и их только отдельные поэтому я хочу в них зайти надо ленты посмотреть что еще материал мне надо посмотреть вот тут кстати тоже видите какая красота хотя тут уже этот район дворниками якобы убирается это учебное заведение училище вот в этом доме я когда-то жила только он такой буквой Г и до 16 лет я в нем жила потом мы переехали и в нем же фоберлик мы как-то с вами тоже ходили но тогда подписчиков было меньше они обычно одни уходят другие приходят поэтому для многих эта информация обо мне новая поэтому решила еще раз показать ну и собственно мы сейчас в ворота попадаем и пойдем в магазин который называется Лоскуток очень большая проблема в маленьких городах что не купить то что надо прямо беда все эти магазинчики зайдешь материалов в три вида вообще сейчас мы зайдем в фоберлик вот он у нас тут в этом доме как я вам говорила большом прям маленькая маленькая сбегаловка идем обратно вот такие два пакетика у меня вот такой позитивчик у меня с собой потому что вот в этом вот позитива я не вижу ну конечно можно найти очень крайне мало мы пришли уже с вами домой хочу показать свои небольшие покупки те кто занимается рукоделием будет интересно те кто делает у меня заказы тоже возможно будет интересно остальные не знаю но я постараюсь совсем коротко во-первых я купила пару материалов ткани которые из которых я шью одежду своим игрушкам и куклам пакетницам ну либо там жирафкам вот таким вот зайкам таким игрушкам у которых есть ножки очень понравился принт на этом материале совы мне кажется всегда актуальны они такие интересные не очень яркие платье будет с ними ну хорошо хорошо смотреться почему рукой тут ёрзаю чтобы было видно какого размера примерно изображение на фоне руки второй материал который я взяла сейчас я вам покажу единственное мне пришлось из-за расцветки брать больше наверное не покажу ну в общем он вот такой вот переходящий тут цветы на зеленом потом он уходит как градиент такой фиолетовый а что я подниму немножко потом опять вот они цветы на зеленом фоне видите какой он интересный и как по долу пакетницы будет очень очень красиво смотреться вот этот очень понравился материал единственное что этот рисунок вот он был не с самого начала по отрезу и пришлось брать сантиметров 50 наверное лишних также я взяла для заколок ленты которых мне не доставало мне недавно заказали две заколки чтобы была одна в красных тонах а вторая синяя поэтому для синей я взяла синий голубой взяла красный а белый у меня уже был поэтому такие ленточки ну и уже не сезон я сегодня с таким трудом искала во что мне одевать пупсов обычно я покупаю такие махробые носочки чтобы это было одеждой пупса из одного носочка я шью шапочку из второго носочка я шью ему кофточку вот такие вот интересные носочки для мальчика пупсика я нашла и кто у меня его заказал я думаю как раз посмотрит девочка и решит такой или не такой пойдет или не пойдет ну и для пупса девочки у меня теперь вот такой наряд есть так что будут наши пупсики в теплой одежке вот такие небольшие покупки получились еще я забрала фаберлик но я думаю фаберлик я наверное отдельно уже покажу отдельным роликом хотя там совсем чуть-чуть но мало кто из тех кто любит смотреть покупки заходит во влоги потому что влоги смотрят в принципе только те кому интересен сам уже человек кто уже подружился с человеком с блогером а покупки смотрят все вот ну и давайте напоследок совсем коротенько я отвечу на главный вопрос который у меня постоянно задавали под прошлыми роликами раза два я уже упомянула о том что нас грабили и очень многие попросили рассказать ну не хочется мне если честно вырошить это прошлое оно такое не совсем интересное но в двух словах если без всяких эмоций то у меня мама когда раньше жила здесь в Переславле за леском где я живу потом уезжала на определенное время в другой город в Череповец там она заработала квартиру причем очень тяжелым трудом она работала дворником и десять лет надо было отработать чтобы квартира стала твоя и когда она ее уже заработала у мамы было плохое здоровье решили что там надо продать эту квартиру и купить вторую ну как вторую и купить вместо той здесь где-нибудь поближе ко мне они приехали с моей сестрой сестра жила с мамой там все продали с мебелью приехали денежки конечно же положили в шифонерчик очень мудрое решение было и в тот вечер мы ждали человека который нам покажет квартиру очень близко от моего дома то есть мы когда нам позвонили в дверь мы подумали что это как раз идет вот этот консультант или как он называется человек менеджер который квартиры показывает но к нам ворвались бандиты они были без масок но вооруженные поэтому сомнений что мы будем живы никаких у нас не было мы думали что раз без масок то значит нас прибьют но так получилось что вели они себя ну вели они себя достаточно грубо они там нас на пол всех положили нас трое было вот я мама и сестренка на пол нас всех положили тут за шиворот потаскали конечно этим оружием в лицо тыкали кричали там ну деньги мы отдали мама кричала забирайте все деньги только дочкам их не убивайте она была уверена что сейчас увидит как они нас убивают и у нее был такой сильный стресс что потом она даже лечилась психи психиатра когда мать думает что на твоих глазах сейчас убьют твоих детей они же были без масок вооруженные это очень сильный стресс был у нее вот ну в общем они с деньгами убежали но потом их поймали дали по 7 по 9 лет они уже отсидели на данный момент эти люди но деньги нам из 4 вернул 1 всю сумму все остальные не вернули и поэтому единственное что мы смогли на эти деньги сделать это ремонт вот в этой квартире от этого ремонта уже на данный момент ничего не осталось естественно уже был не один ремонт с тех пор ну в общем вот так это совсем коротко без эмоций неприятно когда вот такое происходит конечно в наше время но тем не менее вот ну наверное я на этом закончу сниму сейчас отдельно фаберлик небольшой заказик а в этом влоге я уже с вами прощаюсь всем до новых встреч всем пока всем хорошего настроения до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч